Добрый вечер! Тему сегодняшней нашей программы я бы определил как детективную или криминальную. И нужно сказать, что именно эта тема, по утверждениям газетчиков, киношников и культурологов, предельно занимает законопослушных граждан, да и всех остальных жителей нашей огромной планеты. С чем же это связано? Давайте посмотрим, что такое преступление, почему люди совершают их, и почему обычные законопослушные граждане с таким восторгом и интересом наблюдают за головокружительными проделками преступников и за, в зависимости от жанра, либо успешными, либо жалкими попытками закона поддержать правопорядок. В чем же причина? Возможно, в том, что криминальный жанр – это история противостояния личности и общества, доведенная до своего логического предела. КОНЕЦ 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 То есть герои как бы лишены индивидуальности, что характерно для нового времени, в отличие, скажем, от романтических традиций 18-19 века, когда преступник был романтической одиночкой, бросавшей вызов обществу, и за счет того, что он приступал к закону, придуманный другими людьми, он обретал или сохранял индивидуальность. Как это можно увидеть в следующем сюжете, отличной совместной работе и Дипопа, и Деби Харри, «What is well, party this was». Отлично провели вечеринку. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Именно в качестве грабителей банков. Причем это занятие представлялось им вполне нравственным, поскольку деньги они тратили не на себя, а на общее дело, то есть на революцию. Хотя, честно говоря, с моей собственной точки зрения, лучше бы они тратили на водку и баб, больше было бы толку. Но представляете, как обмельчали за прошедшие годы левые радикалы. Если на сегодняшний день становится актуальным призыв, иронически достаточно призыв группы Smith, shoplifters of the world unite and take over. Магазинные воришки всего мира, объединяйтесь и берите власть в свои руки. Кроме преступления против собственности, бывает еще и более тяжкий род преступлений, а именно против жизни и здоровья граждан. Самым тяжким из которых является, конечно, убийство. Я думаю, что с этим согласятся все, невзирая на вероисповедание, пол, расу и политические убеждения. Но насколько правомерным является момент отнятия жизни преступника законом? Не является ли это убийство еще более ужасным в силу именно своей легальности? Око за око, зуб за зуб. Так что ли получается? Поет Ник Кейв в своей песне Mercy Seed. Песня посвящена убийце, ожидающему в камере смертной казни на электрическом стуле за совершенное преступление. Причем из текста не ясны мотивы его преступления. Для этого, собственно, и не важно. Мы видим приговоренного, обреченного человека, который пытается скрыть ужас бравады, отчего становится еще страшнее и мороз продирает. Но, несмотря на земные невзгоды и угрозу вечных мук, фигура преступника все-таки продолжает оставаться популярной. Достаточно вспомнить легендарного Робина Гуда, который грабил богатых и отделял бедных, что указывает на присутствие здравого смысла. Согласитесь, было бы глупо и смешно грабить бедных и раздавать богатых. Редактор субтитров А.Семкин И все-таки, почему законопослушного обывателя, не вовлеченного в преступную деятельность, так интересует преступление? Почему нам так нравится читать или смотреть фильмы о знаменитых преступниках? Отметим два фактора. Этого более чем достаточно. Ну, во-первых, когда мы читаем или слышим о каких-либо ограблениях или убийствах, мы несколько радуемся, поскольку, ах, как хорошо, что это случилось не со мной. Ну, а второй фактор тоже немаловажный. Это, признаемся, зависть, поскольку становится понятным, что эти бездельники за полчаса риска заработали больше денег, чем я за всю жизнь. Это же как в лотерею выиграть. И потому неудивительно, что самый знаменитый преступник века, Ронни Биггс, совершивший преступление века, окорбление почтового поезда, является вот уже больше 25 лет самым популярным героем в Англии. Именно к нему, к Ронни Биггсу, обратились Sex Pistols, когда они собрались записывать свою песню No One Is Innocent. Невиновных нет. Название, согласитесь, говорит само за себя. А я оставляю вас в сомнительной компании самой великой рок-группы, на мой взгляд, конца 20 века и самого великого грабителя 20 века. И прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА